Субтитры сделал DimaTorzok Я просто обожаю занятия спортом, ведь что может быть лучше, чем почти каждый день убиваться в зале? А нет, знаю, что может быть лучше. Жрать сельдерей с огурцом и абсолютно безвкусную грудку. Что самое приятное из всего этого? Что моей мать и его старания абсолютно не пропорциональны моему похудению, а значит, что в ближайшие года-два я буду пыхтеть, чтобы достичь фигуры своей мечты. Радость моя, безусловно, была бы неполной, если бы не наличие огромного количества телок, которые не знают, что такое смесь пота со слезами, а имеют идеальную фигуру от природы. Сука. Кстати, говорят, что эта тема с метаболизмом, с возрастом меняется, и те, кто никогда не толстел, начинают пухнуть, как на дрожжах. В общем, я как-то тут болела. После того, как в предыдущий день выпила две бутылки вина. А когда твой мозг находится в состоянии легкой анестезии, самое время посмотреть что-то, что не задействует умственные способности. Шоу «Холостяк». Невероятно потрясающая игра о актрисе. Ну и, конечно, самый завидный, только что вышедший из пубертатного периода «Холостяк России» Егор Крид. Тихо, тихо, Егорка, сейчас мы подберем тебе жену. Больше десяти девушек борются за сердце и внимание, сука, одного мужчины. А нет, простите, Егора Крида. Все они такие откровенные, такие искренние. Каждая хочет быть рядом с ним всю жизнь. А бедный мужик, в смысле Егор Крид, все никак не может определиться, кто же ему нравится. Замечательное шоу, которое наглядно отражает реалии современного мира. Незрелые мужчины, которые сами еще не понимают, что им вообще надо. И баба, которая в погоне за популярностью и баблом, готова стелиться, как скатерть самобранка. Но мы же с вами понимаем, что это просто шоу. И, надеюсь, девочки тоже понимают. И идут туда исключительно за рейтинг. А на самом деле, я просто года три назад кастинг не прошла. Вот и пишу. Короче говоря, фоточки в инстаграм. Вышла из офиса, начался дождик. Я была обязана сообщить об этом своим подписчикам. Иначе как они узнают, что начался дождик? Записала историю, сняла небо, ладошку с каплями, помотала головой под грустную песню. Но решила, что этого недостаточно. Стала делать селфи. Расстроилась, что рука недостаточно длинная, чтобы влезла одновременно и грудь и попа. Подошел парень познакомиться. Я вежливо отказала. Но решила, что он может меня сфоткать. Стали выбирать фон. Но все было не то. Осталось выбрать позу. Но мне с детства говорили, что я прирожденная фотомодель. Сделали парочку кадров, но я вежливо попросила сделать еще парочку. Наконец, идеальная фотка в инстаграм была сделана. Всем спасибо, все свободные! Хочешь увидеть, как эти фоточки смотрятся со стороны? Тогда переходи по ссылке в профиле. Что говорят? Теперь я пп-блогер. Проснулась. Подумала, а почему бы не взвеситься? Странная идея с самого утра. Ну да ладно. Сняла майку, трусы, носки. Избавилась от всего лишнего. Встала на весы. Увидела, что сбросила целый килограмм. Боже, так я же теперь могу стать пп-блогером и делиться своим потрясающим опытом с другими. Встала перед зеркалом. Сделала тысячу фотографий своего исхудавшего тела. Это чисто для мотивации других людей, а не чтобы все пялились на мое офигенное тело. Записала видео про историю моей невероятной победы. Но делиться опытом так утомляет. Надо перекусить. Открыла холодильник. Спрятала торт. Замаскировала колбасу. Идеальный холодильник для фоточки в инстаграм. Подписала. Ты то, что ты ешь. О, котлеты для бургера из индейки. Открыла, стала жарить. Пока жарила, просканировала код Шазам и играла в игру. Идеальный ПП-бургер готов. Фоточка в инстаграм с рецептиком. Я сейчас еще платную курсу замучу. Ведь никто не знает, что у меня просто быстрый метаболизм. Господи, я как инквизиция. Я иногда посмотрю в инстаграм некоторых телок. Люблю это чувство, когда тебе внутренний из того бомбит. И знаете, сейчас говорят, что скоро изобретут робота. Да, не понимаете, для каких дел. Абсолютно неотличима от настоящей женщины. Ну, в смысле, не ту, которая и коня на скаку остановит, и в избе горящую зайдет. А просто сиськи, короче, у нее будут нормальные, настоящие. Так вот, знаете, мне кажется, что они уже среди нас. Но разработчики зачем-то заложили в них еще две абсолютно бесполезные функции. Это вот крутить башкой в бумеранге. И, конечно, открывать рот под песенку. Типа, как будто она знает слова, но на самом деле песня на французском. А ей пофигу, что даже если там томным голосом про жопу поется. Она же все равно нихрена не поймет. Это вам не забирай меня, скорее увози меня в Дубай. И зачем вам вот эти вот миллион фотографий? Селфи в зеркало в лифт. Селфи в зеркало в салоне. Селфи в зеркале в магазине с пакетом ЦУМ. У вас что, память как у рыбки, что вы маршрут помечаете, чтобы потом по фоткам найти путь домой? Ну и в заключении мои любимые подписи, которые продублированы на английском. Я, конечно, понимаю, что русский Ваня уже не котируется. Пишите сразу на арабском. Или вы за время своих каникул с подружкой в Дубаях только 100 слова выучили? Здорово! Эффектное появление, конечно. Сегодня я расскажу вам, как красиво и вкусно подать сыр камамбер. Совсем не диетическое блюдо, но давайте представим, что мы типа уже похудели к лету и начинаем набор жирка к холодам. Берем камамбер. Я беру сразу два кружка, потому что сегодня ко мне в гости придет мой алкоголизм. Да ладно, шучу, какие гости? Он живет здесь. Идеально. Ах, да, готовка. Разворачиваем. Выкидываем обертку. Не забываем слегка пригублять, ведь готовка это так весело. Кладем сыр обратно в коробочку. И просто запихиваем этого малыша в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Так проведем же эти 20 минут с пользой. Все уже набухалось. Проверяем крышечку. Верхушка должна быть мягкой и слегка подняться. Аккуратненько срезаем верхушечку. И это есть не надо. Вуаля. Жидкая текстура, великолепной мылощей, сливочный вкус. Идеально сочетается с французским багетом, итальянской ветчиной или русскими овощами. Божественно. Знаете, мисс Оушен, досрочка – это привилегия. Я совершала много ошибок. И если меня выпустят, я просто хочу найти нормальную работу и завести друзей. Только не вздумайте идти в НЛ. Да что вы, я не настолько безнадежна. Так все поначалу говорят. Ладно, вот ваш диплом. Если все выйдет, мы получим 150 миллионов долларов. А это сколько в рублях? Зачем тебе это? Просто в этом я особенно хороша. И ты цены на бензин видела? И с пенсионного возраста, нахер, 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 нахер. И через пять недель у каждой по 16 с половиной миллионов долларов. Блин, да сколько это в рублях-то? Как твое имя? Юля. А настоящая? Юля. Итак, всем приготовиться. Я на месте. Вижу цель. Отключаю камеры через три, две. Стойте, КО-13. Фух, зададим жар. Сейчас только ручки помоем. Шопинг. Пришла в торговый центр. Достала список. Господи, не дай мне слить все бабло на ненужную херню. Глубокий вдох. Понеслась. Начнем с самого сложного. Джинсы. Слишком черные, слишком синие, слишком дырявые, слишком брюки. Идеальные. Взяла самый маленький размер. Я же не жилуха какая-то. Не влезла. Решила попросить консультанта принести на размер побольше. А можно на размер поменьше? Что? Я же не хочу, чтобы ты думал, что я жирная какая-то. А может на размер побольше? Козел. Ну и что, что у малой все равно собиралась худеть? Худеть с понедельника. Блин, сегодня же понедельник. Ну, со следующего. Так, осталось купить что-то на ужин. Нет. Даже не вздумай. У тебя целая куча кет. Ты же не сороконожка. Дома нечего есть. Я только посмотреть. Да я только померить. Твою мать. Короче говоря, я же все равно собиралась похудеть. И вот честно, одного только не понимаю. Многие считают, что некоторым бабки с неба что ли падают? Или может они знают какой-то код? Типа как в Sims. А блогеры это вообще отдельная тема. Жечь бы нас всех чертям. Они же просто бездельники, которые грибут бабло лопатой за рекламу. Окей. Так если это так все просто и легко, то почему вы пишете эти едкие комментарии, а не просто станете блогеры? Я готова подвинуться. Вам ничего не надо делать, просто лежать, а рекламодатели сами будут ломиться к вам в двери. Твоя работа это труд, будь это физический или умственный труд. Кто-то родился в богатой семье, кто-то сам всего добился. Ну, сука, никому деньги не падают с неба. Вы же должны развиваться, стремиться к чему-то большему и уж точно никак не воспринимать чужие победы как собственное поражение. Помните, количество денег не определяет человеческие качества. Мы просто, к сожалению, видим с вами большинство только плохих примеров. Но это не значит, что хороших нет. Какая еще у меня тяжелая работа. Ну, надо продолжать. Молочи говоря, меня похитили. Проснулась утром, потянулась, умылась, выпила кофе, поела. Господи, кому вообще это интересно? Короче, шла я по улице и тут на меня напали. Скрутили руки, надели на голову мешок. Серьезно? Посреди белого дня мы что, в плохом кино? Ладно, кинули в багажник. А можно как бы аккуратнее? А можно еще пледик? Очнулась. В машине на всю играл Егор Крид. Это точно какой-то больной ублюдок. Мне было жутко страшно и жутко удобно. В этом багажнике так много места. Так, стоп, меня же похитили. Боже, они меня убьют. Меня найдут где-нибудь в лесу без одежды. А я забыла повредь ноги. Машина остановилась. Меня вытащили из багажника. Сняли мешок. Ну и какая развязка у всего этого? Алло! Меня типа убьют или что? Что это за идиотизм? О, а давай они перестреляют друг друга. Типа поругались. А ты спасешься. Короче говоря, мне нужен новый сценарист. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok